Давайте я расскажу про другие применения, которые бывают, уже не социологические, а более математические и программистские. Метод Монте-Карло. Монте-Карло – это такой город, обычно говорят на юге Франции, но на самом деле это не Франция, а такое княжество монаха, столица которого, город Монте-Карло, и он знаменител, что там есть казино, которое вообще-то спрещено, а Франция, поскольку это не Франция, то оно разрешено. Этот метод Монте-Карло, например, как можно с помощью случайных чисел вычислить площадь, вот, много рисуем кусочек, кусочек окружности, квадратных виничных, это значит, как с помощью случайных чисел, допустим, вы запнули все формы, но это трудно себе представить. Ну, вы забыли все формулы, значит, ну, не все, конечно, кое-что понадобится, но там таблицы числа π у вас нету, вам надо, тем не менее, его вычислить. Что бы вы стали делать? Ну, можно, конечно, просто из бумаги вырезать, из однородной бумаги вырезать, значит, такой квадрат, ответить на нем окружность, значит, вырезать по этой линии, разрезать и взвесить, узнать, какую часть это составляет квадрат, это должно быть π на 4, это значит, доля сектора квадрата. Но ясно, что весы это дело такое неточное, резать вы тоже можете неточно, поэтому вы хотите что-то подобное сделать с помощью компьютера. Что бы вы стали делать? Если у вас есть эта самая функция random, которая возвращает число, ну, давайте считать, что число от нуля до единицы, действительное число от нуля до единицы. Как с помощью такой функции, да, пишем, что х равняется random, из большого количества, ну, у равняется random. И что мы делаем дальше с этими х и у? Попали ли мы в этот самый сектор? Как это надо посмотреть? Какую формулу вам написать? Когда х и у попадает в этот сектор? Х квадрат плюс у квадрат меньше р квадрат. Х квадрат плюс у квадрат меньше единицы. Вот мы берем случайные х и у и проверяем такое свойство. И мы делаем это много раз. И считаем долю тех, которые попали. И объявляем, что, ну, поскольку идеальная доля π на 4, значит, берем 4 на долю тех, которые попали, и называем, что это будет приближение к π. Значит, ну, давайте прикинем, значит, если у нас нужно π с двумя знаками просто запятой. Значит, это ошибка одна сотая. Ну, если мы делим, у нас, деленное на 4, значит, нужна ошибка одна трех сотая. Какая нам нужна выборка тогда? Примерно несколько раз по n в квадрате. То есть 300 в квадрате — это сколько? Это значит 100 в квадрате — это 10 000, еще это 90 000. То есть нужно там несколько раз по 90 000. То есть если так сделать в миллион раз, то уже, что вполне для компьютера пассивно. Компьютер вполне может за несколько, меньше, чем за минуту, я думаю, в миллион раз это все повторить. Даже, я думаю, быстрее. Соответственно, мы получим два знака числа π и сравнительно дешево, дешево с точки зрения машинного времени. Но это, конечно, глупо, но если у нас имеется не какая-то окружность, а просят найти площадь какой-нибудь другой кривой, там, я не знаю, синус, не кривой вернее, площадь, а фигура. А фигура задана каким-то условиям, там, синус 10x, там, на косинус 5 в квадрате плюс 3, там, больше одной седьмой. Плюс 3x. Если вам задано какое-то уравнение, то шансов понять, что это за фигура, практически нет. Если надо найти площадь фигуры в единичном квадрате, у которой вот, там, вот что-то вы помните. Это какая-то сложная фигура, и кто ее разберет, какая площадь. Это не окружность, которую мы можем там, ну и особенно, если уменьшим, проинтегрировать, еще что-нибудь там. А, вот метод Монте-Карло позволяет это делать независимо не... Даже если формула очень сложная, какая разница, мы будем проверять не это, а и получим точность той же самой ценой. Благолее там они уже Junиartом существует больше раза, тут же. Добавляем, наконец-то оцениваем их.